Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благости». Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Завтра мы с вами поговорим о том, как чувствовать по рукам судьбу. Сегодня я вам скажу одну вещь. Есть в судьбе такие вещи, которые никогда неблагоприятны. Бросать близкого человека никогда неблагоприятно. Хоть он хороший, хоть плохой. Можно жить отдельно, можно молиться, можно исправлять ситуацию, но бросать нельзя. Если ты бросаешь кого-то, вот женился и бросаешь, это всегда неблагоприятно. Благоприятных ситуаций в этом случае нет. Допустим, если человек выпивает, живи отдельно. Если бросил, за это ответишь. Сто процентов. Никогда неблагоприятно другого человека проклинать. Если ты кого-то проклинаешь, это тебе назад вернется. Благоприятно дать возможность Богу с ним разобраться. Но если человек действительно там, ну хорошо, Господи, сам реши, что с ним делать. Я не хочу решить. Потому что если ты решаешь за Бога, то значит кто-то еще решит за тебя. Что такое проклятие? Проклятие есть или нет? Есть. Есть. Допустим, муж бросает жену. С двумя детьми. Маленькие дети. Работать она не может. Ей придется перебиваться как-то. Он ей не помогает. Она ему в сердцах, ну не хотела, так подумала. Ты за это ответишь. Это проклятие. И оно обязательно сбудется. Вот все, что он сделал, он получит назад. Это стопроцентный факт. То есть проклятие должно иметь основание, понимаете? Ну то есть если тебя кто-то, ты говоришь, меня просто так проклят, это невозможно. Вот, ну, что хочешь человеку скажи, если нет основания, ничего не будет. Невозможно с человеком ничего плохого сделать, если он не виноват ни в чем. Судьба не будет работать в эту сторону. Хоть ты злой человек, хоть добрый, хоть ты там все волосы на голове выдели, хоть топай, хоть плюй через любое плечо. Не имеет значения. Если человек не должен пострадать, он не пострадает. Но есть исключения. Вот, допустим, если вам сказали, я тебя проклинаю. И сказали на что? И вы в это поверили? Тогда сбудется. Правильно. Знаете почему? Потому что у человека есть выбор, верить или не верить. Понимаете, если человек верит в зло, он получает зло. Если человек верит в добро, он получает добро. Понимаете? Поэтому, если вам кто-то сказал злое, что никогда в это не верьте. В сердцах что-то злое сказал. Никогда в это не верьте. Смолитесь, сражайтесь с этими мыслями. Не позволяйте как бы прыгать в пасть к удаву. А если вы поверили, это ваша проблема уже. Это не этого человека проблема, это ваша проблема. Потому что есть такое понятие злые духи. Кто им верит, тот как бы получает их отношения с ними. Злые духи. В чем их зло заключается? В том, что они их страхом к себе приковывают и ведут человека в этом направлении. Вот человек, допустим, говорит, я чувствую, что я погибну. Покончу жизнь самоубийством. Это не его судьба. Это влияние злых духов. Как избавляться от злых духов? Нужно просто молиться. Если человек думает положительно о злых духах, я вас не боюсь, значит, он привязывается к злым духам. Если отрицательно он думает, опять привязывается к злым духам, как сделать так, чтобы злые духи не влияли? Надо про них забыть. Надо просто молиться Богу, думать о Боге, думать о служении. И злые духи отваливаются, они не могут влиять. Понятно? Теперь человек начал выпивать, допустим. Это что, злая судьба? Нет, это его выбор. Если человек начал выпивать, значит, он попал под злое влияние. В судьбе есть три пути всегда. У каждого человека три пути. Это как в сказках вот в этих старорусских. Первая дорога — себя потеряешь, вторая — коня потеряешь, третья — счастье найдешь. Себя потеряешь — это вот какие дела. То есть это пьянство, это разврат, это воровство, убийство, предательство и так далее. Это значит, себя потеряешь. Вот это первый путь. Себя потеряешь. И здесь не важно, какая судьба. Понимаете? Это твой выбор. У тебя судьба может быть хорошей. Гороскоп — супер. Но ты выбрал такой путь. Хорошо. Значит, тогда получи. И распишись. Вторая дорога — коня потеряешь. Сколько? Жену. Это для нас, для всех актуальный путь. Потому что это вторая дорога, коня или жену потеряешь. Эта дорога называется «Хочу квартиру, хочу машину, хочу как бы Майами». Ну, то есть, человек выбирает не духовное самосовершенствование, не развитие, не любовь, не верность, не чистоту, не доброту. Он выбирает деньги. Он хочет больше и больше денег. Понимаете? И тут как бы никакой злой судьбы, это просто твой выбор. Как это все действует? Ты смотри, человек деньги выбрал, а у него есть разные сегменты счастья. Допустим, столько счастья от отдыха. Человек должен отдыхать в жизни. Счастье. Отдых — это счастье. Дети — счастье, счастье. Жена — счастье, счастье. Работа над собой — счастье, счастье. Здоровье — счастье. Еда — счастье. Сон — счастье. Хобби — счастье. Деньги означают отдых до свидания, женой — некогда, с детьми — некогда, жрать — некогда, фастфуд. Отпуск — некогда. друзья тем более некогда все жизни нет когда счастье в будущем когда я заработаю добьюсь того чего я хотел понимаете всю жизнь упахиваемся на дом дом получили разбежались почему потому что уже невыносимо жить люди которые в будущее вкладывают они теряют настоящее это их выбор коня потеряли или жену потеряли почему потому что вложились будущее называется птица счастье завтрашнего дня знаете то есть они поверили завтрашний день счастье ушло в будущее неблагоприятно или человек разочаровался во всем девушку как бы потерял все теперь жизни нет счастье ушло в прошлое неблагоприятно ты просто сломался восстань против этого память заставила тебя немщик не гони лошадей не некуда больше спешить не некого больше любить как жажду средств мрачных равнин измену забыть и любовь но память мой злой властелин все будет минувшее вновь понимать все попал в прошлое живет в прошлом неблагоприятно надо побеждать природа сначала потом добрые люди потом храм выходи из прошлого прошлое попал все там останешься это гибель будущее убегал убежал ты живешь только тем что ты купишь квартиру а сейчас у тебя жизни нет значит ты потеряешь жену прошлое ушел себя потеряешь будущее ушел жену потеряешь детей потеряешь потому что все устанут ждать когда будет жизнь понимаете уже как бы 10 лет прошло мы все не живем копим на дом да сколько он это можно вообще терпеть живи сам со своим домом человек не может это выдержать и люди которые как бы живут для дома они естественно верит в удачу не в то что надо побеждать судьбу любить друг друга прощать они в удачу верит танцуют все